приветствую всех на своем канале сегодня хотел поговорить о релоудинге 12 калибра о том как я это делаю при помощи каких устройств приборов оснастки если вам будет интересна эта тема подписывайтесь на канал ставьте лайки я продолжаю пользуюсь я прибором для снаряжения патронов компании сварок сделанного россия приобретал я его на зоне ссылку дам в описании кому интересно могут также обратиться и компании посмотреть их ассортимент выбрать себе необходимое и заказать это не реклама я расскажу о своем опыте использования этого прибора покажу как им пользоваться если кого-то заинтересует соответственно можете купить по всему прочему предыдущем видео много людей обращались ко мне с вопросом где можно привести такой аппарат ну поехали прибор для снаряжения патронов компании сморок приходит тут в такой коробка коробка из картона они делают на 12 16 90 калибр стальные детали и есть детали из пластика полной комплектации я брал открываем и смотрим комплект что здесь есть инструкция на прибор для снаряжения патронов с указанием сайта производителя и мэйла телефонов и прочая информация далее описание основных процессов и алгоритмов как пользоваться прибором для определенных операций это запрессовка извлечения капсулей закрытие дуться гильзы и не скоростной обжим донса и декапсуляция за одну операцию убираем пока эту сторону смотрим что у нас есть еще еще у нас здесь есть регулируем опорная втулка достаточно интересное изобретение в том плане что у нее изменяемая высота вот она выкручивается по резьбе и соответственно можно устанавливать на ней разные размеры фиксировать гайкой вот этой вот так вот зафиксировано и обжимать гильзы с различной длиной и короткие и магнумы то есть можно подогнать в принципе под любые навески любые говорит опять же при различных пыш контейнерах при различных навесках в дроби высота соответственно обжима может меняться в режиме реального времени можно это понять чтобы звезда формировалась качественная аккуратная и закрывалась четко и без вопросов далее у нас есть конус который служит для капсуляции и декапсуляции покажу как пользоваться матрица корона классическая для формирования звезды сделаны из пластика но вопросов к ней нету особой разницы с металлической я не вижу далее обжимное кольцо его можно также назвать калибровочным здесь есть две стороны и соответственно два диаметра со стороны проточки это проверочная проверочный диаметр он соответствует патроннику и со стороны противоположной это как раз обжимая сторона то есть при запрессовке сюда стреляны гильзы донса гильза обжимается потом при выпрессовке обратно мы контролируем уже диаметр опрессованной гильзы с этой стороны далее у нас есть обжимная матрица после формирования звезды вот этой вот деталью мы обжимаем соответственно этой матрицы и формируем уже домик и пансон который вставляется сюда он окончательно запрессовывает звезду и формирует уже непосредственно окончательное закрытие патрон далее этим я не пользуюсь далее это съемник которым выпрессовываем гильзу после обжимки теперь непосредственно к самому прибору прибор я установил на деревянное основание который позволяет его контролировать значит у этой комплектации основание непосредственно прибора сделан из пластика если говорить об апгрейде то я бы честно говоря наверное ну я наверно так сделаю рано или поздно я закажу металлическое основание у производителя продажи и заменю его потому что при работе нагрузка здесь достаточно большая и шток он люфтит в конце концов и слегка разбалтывается всего необходимо постоянно подкручивать постоянно это не постоянно скажем так после двух-трех партии обжимки в принципе аппарат имеет достаточно люфт как говорится на скорость не влияет свои функции выполняет и по большому счету доволен по соотношению цена-качество и выполнению своих функций это отличный аппарат который устраивает меня практически полностью так теперь перейдем непосредственно к гильзам у меня накопилось последних трех охотов порядка 30 40 пустых гильз который я хочу снова переснарядить снаряжать я буду под дробь семерку на рябчика принципе расход патронов в моих охотугодьях основной идет это как раз на рябчика то есть семерка это то что мне необходимо я еще использую единичку она идет на глухаря ну последние две охоты глухаря я не встретил поэтому повторюсь основной расход патронов это мелкая дробь первое что необходимо сделать со стрельными гильзами это почистить их черновую изнутри от остатков пороха возможно не сгоревшего от пыли от возможно какого-то мусора для этого я использую обычный шуруповерт и и ёршик пластиковый от комплекта почистки оружия то есть это ёршик по 12 калибр соответственно просто вставляем ну и так проходим все гильзы которые у нас есть так мы очистили все гильзы от остатков мусора остатков пороха теперь нам необходимо расширить гильзы на входе для этого можно использовать навойник вставляем на небольшое расстояние слегка надавливаем и прокручивая гильзу мы увеличиваем соответственно диаметр входной чтобы можно было загонять туда кушкой нет без проблем даем эту операцию со всеми гильзами одно за другой здесь звездочка остался так вот да 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 итак мы прошли по всем гильзам и теперь приступим к декапсуляции вставляем опорный конус закручиваем в бак закрутили вставляем иглу для декапсуляции берем опорную втулку слегка и уменьшаем ну высота я не принципиально нам подойдет в принципе любая дальше берем калибровочное кольцо она же обжимая втулка дальше берем гильзу который есть коцу устанавливаем вот с этой стороны от кольца вставляем и нажимаем одновременно выталкиваем капсуль старый и обжимаем гильзу капсуль вот он вышел его убираем снимаем опорную втулку опускаем визу обратно нажимаем и выпрессовываю вот мы обжали выпрессовали и проверяем на калибровочный здесь все нормально заходит раньше не заходил теперь залетает только на ура соответственно мы уверены что в патронник ружья совершенно спокойно это гильза заедет то же самое делаем с остальными снова повторяю опускаем нажимаем единственное что нужно аккуратно здесь нажимать потому что отстреленные гильзы некоторые расширяются достаточно сильно и соответственно при обжимке в плотном калибровочном кольце она может деформироваться поэтому нужно очень аккуратно то есть он может перекосить или испортите гильзу повторяем следующее это на автомате покажу как это быстро делается проворачиваем слегка чтобы быть уверенным что его не перекосит все таки его слегка перекрашивает на некоторых с трудом заскочила проверяем есть сразу выбираем их сторонку чтобы быть уверенным что мы не смешаем так проверяем есть нормально следующее проверяем есть нормально здесь выпрессовано проверяем это уже готово снова продолжаем а 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 как видите делается это все достаточно быстро при определенном навыке то есть когда уже нарабатывается навык то в принципе один за другим можно очень быстро все это делать по операциям обратите внимание сколько это занимает если гильзы довольно свежие а после первого ряда проблем вообще не возникает заходит достаточно хорошо но опять же зависит конечно производители гильз то есть некоторые лучше некоторые похуже но это все понимаете с опытом дороже делаете револдинг не первый раз как говорится а а Еще раз повторюсь, операция Встанавливаем опорное кольцо Вставляем в калибровочную обжимную втулку Гильзу Надавливаем сверху аккуратно, чтобы не замять Выпрессовываем капсюль Ставим И выпрессовываем ее обратно из кольца Проверяем калибр Все нормально И так повторяем одну за другой Все, что у нас есть Повторяем эту операцию Раз за разом С каждым новым патроном Делается все быстрее и быстрее Выпрессовываем Проверяем Отставляем Ставим втулку Вставляем гильзу Вставляем Нажимаем Выпрессовываем капсюль Убираем Вставляем Выпрессовываем гильзу Вынимаем Проверяем Ставим 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 вот некоторые гильзы достаточно тяжело идут вот с трудом зашла ну зашла ну зато после обжима проверяем калибром залетает только вкус все отлично работает опускаем нажимаем выпрессовываем капсуль внимаем надавливаем и присовываем гильдом калибр есть все просто и быстро так у нас осталось уже не так много гильз которые мы сделали повторяем вставили обжали достали капсуль убрали сняли снова поставили вынули проверили калибр повторяем а а а а а а а а итак заканчиваем с последней гильзой все проверили итак мы получили декапсулированные обжатые гильзы которые нам теперь следует капсулировать вставить туда заряд зарядом с прохом и закрыть звездочкой теперь игла нам уже не нужно теперь будем капсулировать капсулировать мы будем муромскими капсулями а в 209 очень хорошие капсуля вообще никаких претензий к ним не было до сих пор все работает как часы патроны патроны снаряженные этими капсулами отрабатывают на сто процентов отлично и итак выкладываем капсулю рядом ну лучше даже может быть их высыпать вот так значит что мы делаем берем гильзу вставляем вставляем капсуль нажимаем все капсулю в гильзе все отлично готовы убираем повторяем операцию вставили гильзу вставили капсулю нажали здесь надо с опорной втулкой сделать вообще капсуляцию я раньше делал вместе с обжимом вот на этой втулке соответственно попробуем сейчас сделать то же самое и наверное вот в этом направлении чтобы ее потом не выпрессовывать потому что сюда она зайдет хорошо здесь просто нужно надавить более плотно все дошел готово есть ну соответственно повторяем операцию вставили заодно проверяем что она заходит отлично в калибр нажали капсулю в гнезде гильзовой так капсуляция один за другим вставляем капсулю подготовленные ранее гильзы запрессовывать проверяем пальцем чтобы он туда зашел плотно вставляем запрессовываем вынимаем проверяем вставляем запрессовываем вынимаем пальцем проверяем и так одно по другой все что у нас есть вставляем капсуля муром кв 209 повторюсь достаточно качественная капсуля работают на отлично претензий к ним не было говорят что это прямой аналог пикс 2000 импортных которых сейчас у нас к сожалению нет это быстрые капсуля на них собирают в том числе спортивные патроны с высокими показателями велосипед для нас это не особо принципиально тем не менее лучше брать качественные капсуля проверенные временем так еще десяток так наклейка да к сожалению тут немножко очищать приходится на некоторых берегах но в целом достаточно уже все заходит и с первым разом и так почти закончили капсуляцию есть так капсуляцию заряжка есть так ненужные капсули убираем чтобы сохранить их убрали следующий этап нам необходимо засыпать порохом до этого достаем весы достаем порох мы будем использовать ирбис 32 к нему тоже нигде претензий нету очень хороший качественный порох так достаем мерку которая тут лежит мерка в принципе по прошлому разу уже отрегулирована так порядок действий у нас следующий берем гирю ставим на рисы и вставляем в воронку обнуляем тарируем точнее что есть суть одно и то же далее берем порох в мерку на глаз я уже помню как должно выглядеть полно чуть больше чем это смотрите должно быть 1,7 1,7 и так мы засыпали 1,7 грамм ороха и в принципе можем закрыть сразу уж контейнером мягко разжимаем лепестки вставляем с небольшим поворотом гелью и догоняем навойником вынимаем пыш-контейнер запрессован порох там все вот готовы к снаряжению дороги убираем в сторону берем следующую гильзу повторяем вставляем воронку включаем весы они тарируются берем порох засыпаем у нас получается 1,7 1,69 ну это в принципе в пределах нормы можно небольшую капельку докинуть суть от этого особо не меняется 1,69 как было так и осталось берем наш контейнер раздвигаем лепестки повторяем операцию вставляем внутрь и догоняем навойником патрон подготовлен для снаряжения дороги повторяем операцию кладем гильзу вставляем воронку обновляем берем порох 1,64 засыпаем здесь чуть меньше 1,64 насыпалось досыпаем небольшое количество 1,72 в пределах нормы берем пыш-контейнер пыш-контейнеры покупал также на озоне ссылку оставлю в описании кому интересно сможете приобрести там же покупал я их под определенный заряд 32 грамма стандартный который указан на порохе ирбис 32 что и подразумевает 32 граммовый заряд поэтому 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 и пыш-контейнер подбирался соответственно этому заряду он имеет определенный диапазон зарядов но основной это соответственно 32 грамма 1,73 в пределах нормы берем пыш-контейнер вставляем навойником догоняем Готово 1,75 1,72 2 в пределах вставляем пыш-контейнер вставляем пыш-контейнер вставляем пыш-контейнер обновляемся обновляемся нависки пороха 1,68 ну а лучше чуть-чуть больше 1,75 1,75 многовато лучше 1,72 нормально пыш-контейнер пыш-контейнер доводим навойником навойником готово 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 тарируем расширяем расширяем лепестки вставляем догоняем навойником оп тарируемся берем порох 1,75 чутка многовато 1,75 1,70 как в аптеке берем пыш-контейнер вставляем догоняем навойником повторяем операцию вставляем воронку тарируемся берем порох засыпаемся получаем 1,62 что-то маловато добавляем немножко ровно 1,7 отлично пыш-контейнер вставляем навойником доводим оп оп готовую гильзу убираем повторяем воронку тарируемся убираем берем порох высыпаем получаем ровно 1,7 берем контейнер вставляем навойником догоняем линей линей убираем готовы линей 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 ровно 1 7 это уже опыт честно говоря я уже вижу поскольку нужно насыпать какой будет вес порохом напомню что заряд пороха сюда на 32 грамма дроби 1 и 7 примерно если мне память не изменяет на банке с порохом указан 168 по моему на крышке было на крышке либо 12 масса заряда 1 7 масса до 32 но в таблицах которые лежат в сети там по моему заряд чуть меньше на 30 грамм как говорится действуем по инструкции на марке что будет я думаю более правильно вот это будет 1,7 наверняка нет 1,65 чётко добавим 1,71 так пыш контейнер на лойник запрессовали убрали тут явный перебор 1,84 1,79 1,75 1,73 3 вот так я думаю будет нормально 1,71 отлично снова пыш контейнер раскрываем вставляем и навойником доводим и навойником доводим крышка закрываем и переход к на следующая операция это навеска дроби дробь повторюсь мы будем использовать семерку так порох я убираю он мне больше не понадобится все гильзы снаряжены уже достаточно количеством пороха у нас есть небольшая мерка удобная для семерки берем открываем непосредственно емкость дробью так и повторяем операцию берем гильзу снаряженную капсулем порохом жжем контейнером устанавливаем воронку чтобы не просыпалась дробь и нам нужно навесить 32 грамма так 25 или мор так 31 практически 32 грамма есть соответственно вот один патрон уже готов к закрытию выбираем повторяем со следующим ставим тарируем загребаем дробь и засыпаем 32 грамма есть 32 грамма есть и засыпаем 31 грамма есть 31 грамма есть наверное многовато будет уберем три штучки 32 грамма есть 32 грамма есть и Полит 35 много, сейчас будет мало. Натрица номер 6. Продолжение следует... 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 кстати я покупаю по моему с ростова на домой заказываем приходит она вот таких вот полутора литровых бутылках это 10 килограмм сегодня память не изменяет и ценник по моему районе 300 с чем-то там рублей 320 что ли 310 не помню ну если кому-то интересно могу оставить ссылку также на человека у которого это покупают у него очень хорошие цены и покупают ее много кто нашел я его на ганге там в принципе много кто у него пасется так что будет кому надо еще раз повторюсь что если кому-то пойдет на пользу если кому-то зайдет видео подписывайтесь на канал ставьте лайки буду признателен а мы продолжаем засыпать по 32 грамма дроби каждый патрон и повторяемся следующее дроби конечно сложнее чем с порохом пороха и уже как-то мы все точно просто меркой отмеряем с дроби такого не получается почти отлично итак убираем весы они нам больше не понадобятся сейчас будем закрывать соответственно звездочка патроны убираем опорный конус выкручивая его нам сейчас потребуется регулируемая опорная втулка на 1 нам потребуется матрица на звездочку обжимная пуансом поехали значит устанавливаем сначала я его опорную втулку раз дальше разворачиваем так чтобы наперся в предыдущие пазы и нажимаем так есть звездочка начала формироваться теперь надеваем стоп вниз и пуансом проверяем как он закрылась закрылась замечательно вот такой патрон у нас получился все закрыто и немножко надо втулку побольше сделать чтобы он опирался не итак в принципе вот один патрон готов его можно брать в сторонку берем следующий берем патрон вставляем регулируемую втулку а вот такого качества получается патроны практически заводские вот такая звездочка просто идеальная я бы сказал иконы здесь для полуавтоматических оружий самое то то есть никаких задержек быть не должно при таком обжиме иконы 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 цифры иконы Субтитры сделал DimaTorzok Теперь нам осталось только наклеить наклейки Наклейки будем клеить сверху Потому что снизу они уже клеились единожды Ну, по крайней мере, попробую так Смотрю, будет ли удобно Но мне кажется, будет Можно, конечно, сбоку попробовать наклеить Но сбоку, не знаю Не будет ли оно цепляться за механизм при спирте Пусть будет так Попробуем Вот так раз с этой стороны Итак, я в итоге закончил Формировать патроны У меня получилось 25, 30, 34 патрона Ну вот, за вечер Сколько патрона? Часа два, наверное Можно Получились вот такие вот аккуратные Похожие на конфеты Патрона Все, спасибо Подписывайтесь До встречи на канале Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok